В городе смешно Каждое утро, раннее утро В городе школьном, еще не разбуженном Заспанном будто Садимся за партии Здравствуйте! Так начинается каждое обычное утро в нашей школе А продолжается оно всегда необычно Посмотрим, что приключится сегодня Здравствуйте! Это мой друг Феня Он очень привередлив в вопросах еды Еда всегда должна быть И ее должно быть Много А ты что без формы? Сегодня же классика Великое противостояние Барса против Реала А ты за кого? За Барса, что не видно? Да я шучу! Барса круче все А это Уткин Он знает тысячу способов, как убежать из школы И всю тысячу раз ему это не удавалось Барса круче все! Реал круче! Барса круче! Реал круче! Барса круче! Реал круче! Барса круче! Ну все, котлеты, держись, я тебе сейчас пюре сделаю Тихо, 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 ребят, ребят, это извечный спор Его сейчас не решите На физкультуре решим, котлеты, кто круче, Реал или Барса? Барса! Реал! Да, ребята! Это то же самое, что спорить там, кто круче, Бэтмен или Спайдермен? Да Спайдермен круче Тут даже и думать нечего Бэтмен! Толик настолько умный, что когда мы закончим школу, он уже закончит институт Бэтмен? Ну не Спайдермен же А-а-а-а! Сегодняшняя тема урока – грызуны и насекомые Наш директор – самый мудрый директор в мире Как самый мудрый директор, он знает, что спор делу не подмога Но в споре рождается истина И это тоже его слова Толик, скажи, пожалуйста, к какому виду относятся пауки? Паукообразные Отлично, правильно А летучие мыши? Рукокрылые Тоже совершенно верно, садись Уткин, ответь мне, кто сильнее, пауки или летучие мыши? Мышь Почему? Ну, во-первых, потому что она больше, а во-вторых, она летает Вот, Толик, летучие мыши сильнее! Владимир Альбертович, так нечестно Уткин не знал то, что вы говорите о супергероях Хорошо, я спрошу по-другому Уткин, ответь мне, пожалуйста, кто круче? Самостоятельный, богатый, глава крупной корпорации, живущий в большом замке По ночам являющийся грозой преступности? Или же молодой студент, который боится заговорить с девочками? Это наш будущий Толик! Вообще-то, я буду настоящим, крутым ученым! Конечно, но утки на свете, ответь мне! Кто круче? Да этот мужик, ну, который глава корпорации? Вот так-то, Толик Скажите, если в этой истории Толик студент, то глава корпорации, получается, я! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, давайте вернемся к теме урока О, а вот и звонок Ну что ж, урок окончен, все свободны Понимаешь, Брюс Ли, величайший боец и великий мастер, он реально существовал А твой Рэмбо, это вымышленный персонаж Чего ты молчишь? Беги Ты думаешь меня этим испугать? А где ты была последние полгода? Дом болел, но теперь ты неважный, мунте так креп, и больше меня ничего не беспокоит А это Ира Ее жизнь можно описать в трех словах Варенье, ингаляция и носовой платок Как вы догадались, Ира постоянно болеет Спасибо за сквозняк Увидимся через месяц Ира Слышала, за Барфтью болеешь? Могу и за другую команду, если надо Не, мне Барфи нравится Слышала, ты с Суткиным зарубился кто круче? Он сильный соперник Это да Буду тебя тренировать Зачем? Чего, не хочешь? Хочу Тогда начнем Даш, скажи, а как это поможет победить утки на футбол? Так, кто здесь тренер? Ты Правильно, кто об этом должен думать? Тренер Правильно Ну так что? Ну вот я и думаю Ты пока неси Здравствуйте Сменка Сменка Проходи Сменка Проходи Сменка Проходи На личном транспорте в школу нельзя Друзья А как же Что? Ты сейчас видел, что кто-то проехал на роликах? Нет Вот и правильно Снимай Итак, дети Смотрим в кино А с чего ты взял, что мы противоположности? Вот смотри Я двоечник А ты пятерочник Или ты против законов физики? Нет, я, конечно, не против законов физики Ну вот Значит, в кино Давай я тебе докажу, что мы не противоположности Вот смотри Я Как ты сказал Умная А ты Ну это Ты не такой, как все Ну так-то да Вот Я красивая А ты Ну ты мужественный И сильный Мужественный и сильный Вот видишь Получается, мы не противоположности Получается, что да Значит, я не могу пойти с тобой в кино Ну вот и славненько А теперь На счет три Ты отдашь мне Свой бутерброд Раз Два Три И печенье дай А теперь На счет три Ты проснешься Раз Два Три Ну что, прошел зуб? Не Все еще болит Будем пробовать еще На, съешь пока Есть разговор Завтра у меня фотосессия Для журнала Миллионер Понимаешь? Сказали, будет хорошо Для имиджа Если будет пару фоток С подружкой Красивой, яркой девчонкой Понимаешь? Да, конечно Я понимаю У меня совсем нету Времени на подружек Вот я и подумал Ты все правильно подумал Короче Что хотел сказать В школе у нас есть такая? Ты что, совсем что ли? Невозможно списать на моих уроках Чтобы я не узнала Однажды Один мальчик Написал шпаргалку Невидимыми чернилами Надпись мог прочитать только он Подсветив его Специальным фонариком Вот таким На уроках Стеллы Артуровны Сам Пифагор бы многому научился Невозможно списать на моих уроках Однажды один мальчик С помощью новых технологий Транслировал ответы задания Себе в очки Это для зрения Мне же контрольную надо писать Ты уже достаточно написал, Владлен Правда? Да На оценку два Помните Невозможно списать на моих уроках Чтобы я не узнала Я все сделал Все правильно Списал, а я не узнала? Вот видите Возможно списать Чтобы вы об этом не узнали Уткин Два Вот видите Невозможно списать Чтобы я не узнала Лёля Запомни Если ты будешь хорошо учиться Ты будешь самой крутой в классе А ты самый крутой в классе, Толик? Конечно, Лёля Я самый крутой И самый умный в классе А почему ты сидишь в шкафу? Ну я... А я в прятки играю А я тебе разве не говорил То, что я самый крутой игрок в прятки Потому что хорошо учусь У меня самый крутой старший брат Конечно Тогда я закрою дверь обратно Закрывай И замок обратно повешу Замок можешь не вешать А я уже повесила Значит так С момента, как я досчитаю до трёх Ты будешь называть меня О, Великий Санцей Раз Два Три Ну чё, прошёл зуб? Нет О, Великий Санцей Странно Раньше всегда срабатывало Я же говорил, что ничего не выйдет О, Великий Санцей Ну, будем пробовать ещё Твои веки тяжелеют Тебе хочется спать Засыпай Засыпай Киря Киря Что? Говорят, что появился парень Который лучше тебя танцует Не может быть Спасибо На здоровье, Настенька На здоровье Здравствуйте Привет Что у вас? А сегодня картошки и котлеты? Мне две котлеты, пожалуйста Прекрасно С горошком Спасибо большое На здоровье Мне осетра Картошку не надо Прекрасный вывод С лимончиком Спасибо На здоровье Мне осетра С картошкой? Нет, спасибо Великолепный вывод Подождите Но Владлену вы положили осетра Совершенно верно Почему? А потому что Владлен мне с утра Сам принес Это в осетра Так что Вот тебе Твои любимые котлетки Спасибо На здоровье, Нечка На здоровье Ребята Сегодня мы подводим Итог уроков На которых проходили С вами пословицы Я буду вам Описывать ситуации А вы будете говорить Какая из пословиц Наиболее всего Подходит к ней А отвечать у нас будут Уткин и Маша Так Представим такую ситуацию Ученик Всю четверть учился плохо А потом пришел к учителю И стал просить у него пятерку Но пять никак не получается Маша Что посеешь Что и пожнешь Отлично Уткин Только сильно умеет прощать Ну С этим конечно не поспоришь Но К данной ситуации Это не имеет отношения Маша Скажи Есть еще какая-нибудь Похожая пословица Каков привет Таков и ответ Хорошо Так Степа Ударили по одной щуке Поставь другую Опять мимо Маша По делам и награда Молодец Ставлю тебе Пять Уткин Уткин Не судите И не судимы будете Ладно Ставлю тебе Четыре Счастье Это когда тебя понимают Садитесь А я справа А теперь слева А теперь спереди Ой То есть сзади Беги Ты думаешь Меня этим напугать Дети Продолжаем наш урок Посвященный поговоркам И сейчас я вызову Будем действовать По проверенной схеме Галина Борисовна Да, Даня Как там ваш котик поживает? Ой, Данечка Молодец Ты спросил Ты знаешь Я ему тут недавно купила Значит кошачий домик А вчера Целый вечер играл С клубком от ниток А потом запрыгнул На подоконник И все наблюдал За проезжающими машинами Я уже ему так строго А ну-ка, Борис Иди сюда А он ни в какой А тут недавно Боря Проверенная схема Все еще работает Совсем с вами заболталась Хорошо, что вас Географию отменили Следующий урок тоже мой Я уже 10 минут приседаю Сколько мне там До ста осталось Ой Я на шестом сбилась Давай сначала Ну вот Ну-ка, подойди ко мне Да не бойся ты Если они еще раз И смеются надо мной Я заставлю их по 100 раз Отжиматься Девочки, пойдемте Да-да Че остановился? Приседай давай Раз Алифмистика Королева наук Вы согласны со мной? Конечно Параграф 38 Простите, но мне нужно с вами серьезно поговорить Мы продолжим с вами позже Я слушаю вас Я слушаю вас Что у вас тут творится? В смысле? Ну сколько это может продолжаться? Не знаю, все зависит от того, что именно это Сколько еще раз вы будете отменять дневники? Вы их то вводите, то отменяете То снова вводите, то снова отменяете Мы уже просто не успеваем их покупать Потом выбрасывать Потом снова покупать Ну поскольку я учитель математики Попробую объяснить вам все математически Смотрите, сколько раз у нас в школе отменяли дневники? Ну знаете, мне кажется, вам лучше знать Но все же Три Если в нашей школе три раза отменяли дневники Получается, что у вашего сына По моему предмету как минимум три двойки Я бы на вашем месте задумалась бы о четвертной оценке А, да, я задумаюсь Спасибо, весь в отца До свидания Николай-сан Я сейчас пойду спать А ты останешься тут Понятно? Конечно О, великий сенсей Ну все, я пошел Николай Вы видели Ли Юнкана? Конечно, видел Он пошел спать в спортзал И просил ему не мешать Что? Как? А вот так И еще он просил передать вам Чтобы вы принесли ему горячие булочки из столовой С чаем С чаем Разыграть зубную боль Есть Заставить поверить в свои способности Есть Отомстить за все обиды Есть Теперь он поплатится за все О, великий учитель Поддерживаешь форму? Понимаю Скажи А как это Поможет победить Тюткина в футбол? Это два в одном У тебя спортивный режим по питанию И ты тренируешь волю Куда? Садись рядом Тренируем волю Наш историк часто называет себя именами исторических личностей Ребята Кто я? Вы пират Смешно, Руслан Итак Я освободил Наполеона И не дал французам захватить Москву Ну? Ну же Ребята Я генерал-пельмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых Вы Голенищев? Нет, Руслан Я Михаил Иларионович Кутузов Я почти угадал Вы звали доктор? А, проходи, Владик У нас обязательная прививка от гриппа Наш школьный врач знает, что главное в учебе Это чтобы все были здоровы Подождите А это больно? Нет, это не больно Подождите, а вы говорите правду? Ну, смотря что тебе больше нравится В смысле? Сладкая ложь или горькая правда? Я предпочитаю правду Тогда будет больно Лучше бы вы сказали неправду А я соврал То есть будет не больно? Будет не больно Это правда? Смотря что тебе больше нравится В смысле? Ну, правда, которая правда Или правда, которая сладкая ложь И в то же время горькая правда Я совсем запутался Нужно подумать Тогда беги и подумай То есть вы не будете мне делать прививку? А я уже сделал Ну что, тренер? Я-то подумала Что, тренер? Уткин непобедим Удачи Выносливость познается в пути Определяющим и осознающим странника вовеки А что это значит? Фотография нашего физрука Висит на центральных воротах Шаолиньского монастыря Правда, он ее сам туда повесил Сейчас мы с вами определим Кто из вас мастер футбола Впереди последнее испытание Подождите, но мы только что начали Истина познается в сравнении Вдохновляющем на поступки Наверное, вы правы Итак, кто из вас больше отчеканит Тот и круче Все, я точно проиграл Используй силу в себе во благо Я опять ничего не понял Но уверен, мне это никак не поможет Восемьсот пятьдесят У нас ничья Что? Это так нечестно Он даже не начинал чеканить Вот именно Тебе еще повезло, что он не начинал чеканить Моя дракона Это не настоящий звонок Беги быстрее в раздевалку Иначе мы опозоримся Как вам это удалось? Мне помогли сила мысли Умение передвигать предметы на расстоянии И знакомый охранник рядом со звонком Отжимайся Вот подошел к концу еще один учебный день И за сегодняшний день я понял Что не важно, кто круче Важно, какой ты на самом деле Школа – лучшее время Чтобы читать книжки Дружить, любить Делать домашние задания Но мы вырастаем из коротких штанищек Школа – прекрасная, классная школа Скоро увидимся А пока До свидания В городе смешном В городе знойном В сентябре, январе, марте Каждое утро Раннее утро В городе школьном Еще не разбуженном Заспанном, будто Садимся за партии Новые идеи Новые контрольные Новый день чудесных перемен Пишет пьеску И распределяет роли Невыкновенный школьный день Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова